Дорожные антигерои в традиционной хронике городских аварий. В Белогорске накануне взорвался котел отопления. Как сообщает информационный портал amur28.info, все произошло в гараже по улице Школьная. Из-за взрыва выбило ворота нежилого помещения. Сам же котел от места, где был установлен, отлетел на 30 метров. Люди не пострадали. На месте работали пожарные и полицейские, а также специалисты поисково-спасательной группы Белогорска. Причины произошедшего устанавливаются. Еще одно происшествие, которое едва не закончилось трагедией, произошло ночью на 21 ноября в селе Косицыно Тамбовского района. В двухквартирном жилом доме на чердаке около печной трубы начали тлеть опилки. Пожарные подоспели вовремя, а не успели потушить возгорание. Огонь повредил потолочное перекрытие. Не имей 100 друзей. Благовещенцы обворовали собственные приятели. Правда, перед этим их свела одна пагубная привычка – страсть к алкоголю. Эту запись сделала камера наблюдения в одном из отделений банков Благовещенские. Видно, как двое молодых людей снимают с карточки деньги и уходят. Оказалось, что таким образом они обокрали своего друга. С его счета Благовещенцы сняли более 60 тысяч рублей, сообщает амурская полиция. Выяснилось, что банковскую карточку потерпевший отдал своим приятелям, чтобы те сходили в магазин и купили продуктов для продолжения застолья. А в итоге ни закуски, ни денег и, судя по всему, конец дружбе. А тому, кто снял деньги потерпевшего, а потом и потратил их на себя, светит уголовный срок. Настало время узнать о том, что произошло на дорогах Благовещенска в минувшие сутки. О самых интересных авариях узнаете в нашем традиционном обзоре. На беду водителя кроссовера на его пути встретился неработающий светофор. Разобраться, кто едет, а кто стоит, без трехфазного помощника он так и не смог. Ехал по второстепенной Василенко и выскочил на главное Игнатьевское шоссе, не сбавляя скорости. А там, по всем правилам, двигался водитель «Волги» и принял на себя мощный удар от японского «Кашкая». Залечивать раны придется в автомастерской. Хорошо, что ехать в больницу никому не понадобилось. Таксист попал в аварию из-за грубого поведения на дороге водителя пикапа. Ниссан Датсон и Тойота Фанкарго ехали попутно по улице Мухина. Приближались к Игнатьевскому шоссе. На перегрестке на марке не разъехались. Водитель пикапа двигался вопреки дорожной разметке и знаком, потому и не уступил место таксисту. Осложнила ситуация тем, что у виновника аварии не было страхового полиса. На момент съемки водители ждали экипаж ДПС. А в этой аварии без страховки оказались оба водителя. Будущий виновник ДТП на универсале приближался к городу со стороны Зейского моста. Но до Благовещенска он так и не доехал. По дороге он потерял контроль над машиной и, скользя по гололеду, зацепил припаркованную Тойоту Пасо. Да так, что обе иномарки получили серьезные повреждения. Ко всему прочему, показать страховой полис оба участника аварии так и не смогли. На автоледи напал шофер грузовика. Авария произошла на текстильной. Девушка на Тойоте катилась в сторону Новотроицкого шоссе. На перекрестке остановилась на красный сигнал светофора. И тут же сзади получила удар. Его автором стал водитель грузовика. Вовремя остановить свою машину не получилось из-за гололеда, признался виновник аварии. Обошлось без пострадавших. Видеоматериалы предоставлены компанией «Экспертно-правовой центр». Обратиться за помощью экспертов при ДТП вы можете на загородной 171Б города Благовещенска. Проверить толщину льда, а заодно и пообщаться с рыбаками. Амурские спасатели проводят профилактическое мероприятие «Безопасный лед». Они рассказывают о том, что делать, если во время рыбалки провалился под лед и вручают памятки с мерами безопасности. Один из таких рейдов состоялся на берегу реки Зея в черте города Благовещенска. Рыбалка пуще неволи. Желание достать из лунки рыбешку у этих удильщиков сильнее чувства самосохранения. На едва застывший лед Зеи они выходят каждый день. Сильных морозов в Амурском регионе еще не было, а потому лед похож на зыбкую почву. В любой момент может пойти трещина. Выход на лед запрещен. Когда река станет, лед нарастет, рыбачьте, хоть зарыбачьте. А сегодняшний момент опасно. То, что вы здесь под берегом, хорошо, молодцы. Найдутся другие ребята, которые идут на кромку. Во время рейда сотрудники МЧС рассказывают любителям свежей рыбки о мерах безопасности и призывают не нарушать правила поведения на льду, чтобы не допустить беды. Зима еще не вступила в свои права, а потому на реках продолжается ледоход. В данное время, именно в осенний период, лед еще не окрепший и не исключена возможность провала под лед. Инспекторы напомнили и о наказании, которое грозит за нарушение установленных ограничений. По административной ответственности в зонах действия знака «Выход на лед запрещен» от 500 до 1000 рублей, чтобы не было для вас вывощи. 10 сантиметров – это безопасная толщина льда для одного человека. Если на застывшую реку выходит целая группа людей, то лед должен быть толще на 5 сантиметров. А для легковых автомобилей и вовсе в два раза больше. Но на сегодня это все. И по традиции напомним, если стали свидетелем происшествия, фото и видео можете присылать в директ Инстаграм. И, конечно же, звонить по телефону 50 12 12. Не повторять у чужих ошибок. До встречи!